всем привет так это город купинск улица химушина не по сути можно отсюда сейчас прыгнуть на поезд остановки купинск эстакадный и до волчанска доехать за 45 минут поэтому я не понимаю от комментарий по сути помощника анатолия шария под ником полос 86 ты мне вот конкретно объясни какие были чувства у анатолия шария после оранжевой революции вот про поездку волчанск я узнал а вот именно скажем так то что было в киеве вот это мне хотелось узнать также я вот не понимают этот надпись а почему именно путина не суркис а вот это вот четверка кровчук медведчук марчук суркис или там немало феев почему ладно скажу лучше на купинский автолокзал там а потом наверно в лес в общем смотрите почему я медведчука считаю ла 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 вот в украине запретили коммунистическую партию во главе с петром симоненко да вы же больше примеру из коммунистической партии образовалась социал-демократическое а в украине лидером состав демократов являются как раз вот виктор медведчук да а федерацию работодателей украины возглавляет дмитрий фирташ то есть независимых профсоюзов тупо не существует в украине вот поэтому и нет демократии так как рабочему и крестьянину некому пожаловаться в принципе пожалуйста есть куда но чтобы эти жалобы были были всерьез рассмотрены такого не будет это и есть по сути ахлократия и вся та скажем так декоммунизация то проводится это д индустриализация то есть закрепощение народа какие бы там понятия не не подменялись еще вот чем не вот не нравится подача материала анатолия шария это по сути вот нет альтернативы скажем так анатолий шари внушает мысль украинцы смотрите или меня или украинские сми стену на границе с россией строят уже два с половиной года почему оборонительный вал порос сорняками и куда же на самом деле пошли миллионы тебе пошли на новую рубашку пошли смотрите и что получается получается иду я а сзади бегут собаки они постоянно лают 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 но вот я прошел они через два года добежали до того места где я был и начинают рассказывать то же самое что говорил я находясь на том месте а я уже ушел вперед это вам ответ как бы что лучше смотреть украинские сми или анатолия шария вот я бы это знаете чем сравнил есть вот такая тюрьма в змееве там есть карцер так вот представьте что еда и информация это одно и то же я вот заключенный сижу в этом карцере и мне приносят баланду и воду и я вот думаю чем бы мне насытить свое чувство голода или какой-то блевотиной что воняет аммиаком то есть украинскими сми или водой которой плавают мотыли то есть личинки комара красного цвета с легким запахом сероводорода то есть по сути тем что говорит анатолий шарий да по сути вот смотрите для меня анатолий шарий это та же самая четвертая ветка власти он подает информацию дуалистично это по сути на него скажем так отложил отпечаток евро майдан он блин как и любой другой журналист рассматривает мир дуалистично разделяя все на запад и восток и не видит чего-то третьего там север юг там пятое десятое вот допустим взять ту же оранжевую революцию да были там оранжевые белоголубые вот нельзя было у ты оранжевым бело и белоголубым объединиться и найти кого-то третьего вот настоящего патриота украины и уже протестовать одновременно против американской постилки ющенко и марионетку кучмы януковича вот почему вот так нельзя было сделать ведь людей в украине патриота много блин и тогда были такие хоть бы не знаю тот же виталий кона на виспартии зеленых к примеру почему бы и нет не знаю насколько люди глупые что ли что введутся на вот эту дуалистическую модель мирового порядка и не видит даже для себя альтернативы не могут там организоваться то еще придумали эти три туарь не не так вот в общем территориальные громады но про эти самые громады я сниму еще отдельное видео ну в принципе для того чтобы такое видео снимать начале надо разобрать символику что обозначает тризуб в действительности еще с древних времен флаг украины что значит гимн перед тем как разобрать вот эту всю символику уже надо непосредственно переходить к более практичным вопросам я еще это буду делать на своем вот этом канале так что в общем в ногах правда нет вернусь к я пожалуй домой к себе на огород и продолжу данное видео я уже снял два видео на тему сравнения украины с СССР вот можете перейти по аннотациям и посмотреть эти два видео но мне до сих пор задают вопросы видимо я не до конца раскрыл эту тему и в этом видео я буду отвечать на эти самые вопросы которые мне задают на улице когда я выгуливаю своего алабая вот первый вопрос чем анатолий шарик неправ когда сравнивает украину нынешнюю с украинской советской социалистической республикой но смотрите почему граждане ссср то есть по сути мои родители дедушки бабушки мне 26 лет строили светлое будущее для своих детей внуков то есть для по сути моего поколения да то есть по сути я живу в будущем которое строили мои родители деды прадеды ну логично же да это будущее к сожалению не светлое да и в этом заслуга моего поколения которые к сожалению майданили анатолий шарик к сожалению тоже майданил во время оранжевой революции это вот нельзя забывать то есть по сути сравнивать нынешнюю украину с ссср это также глупо когда сравнивать допустим отца героя социалистического труда сыном алкоголиком ведь намного же логичней сравнивать алкоголика с другими алкоголиками правильно да безусловно отец не идеален он там допустим трудоголик ненавидит буржуазию там где-то не понимает любовную лирику там чересчур прагматичен но это его недостатки все мы не идеальны так что опять же я считаю что не стоит сравнивать украину с ссср и у анатолия кстати есть вот реально адекватные видео где он разоблачает скажем так адептов фонда Джорджа Сороса ну вот можете перейти по аннотации посмотреть где он называет школьников рабами потому что вот они учатся по по его мнению рабской программе вот это вот реально адекватные видео я вот не понимаю почему анатолий не развивает эту тему а занимается сравнениями вроде там идиотов таких как нынешний генпрокурор украины игорь лусенко который сравнивает там закон надежды савченко законом 1937 года который был принят в ссср люди бы в эфиопии тоже был такой же закон почему тогда украину не сравнить с афиопией я вот вот этого не понимаю ведь это было бы намного логичнее еще не вот задавали про вопрос почему я считаю нынешнюю украину римской провинции там что украина там какой-то каганат люди иудея разве не было римской провинции вот подумайте над этим да еще вот мы и говорят что римской империи никогда не было но и же иди этом допустим москва третий рим то есть может даже империи не было но идеи есть и это надо принимать хотим мы этого или нет еще вот не говорят что почему я анатолия назвал сепаратистом но вот еще раз вот смотрите это видео вы жители восточных регионов вы вас бомбят вам ни хрен жрать вас не считают за людей ничего страшного я хотел разобрать что же благодаря благодаря этому кабмину в ваших жизнях жители восточных регионов происходит благодаря тому прекрасному кабмину но я не буду этого делать я хочу сказать только одно сегодня оппозиционный блок использовал вас в качестве ватных тампонов и смотрите анатолий себя считает европейцем и забывает что владимир ильич ульянов ленин был лидером социал демократической партии более того многие историки считают ленином засланцем от кайзеровской германии в российскую империю то есть получается что ленин был одним из идеологов создания соединенных штатов европы из которых образовался евросоюз сейчас германия это федеративная республика после третьего рейха было создано по сути два государства это фрг то есть это самое государство контролировал советский союз и гдр то есть демократическая республика это государство контролировали сша великобритания франция но объединилась германия уже гораздо позже по сути настоящее объединение было в 2006 году во время чемпионата мира по футболу и сейчас опять же разделение германии на запад и восток считается сепаратизмом а если еще назовешь восточную германию коммунистической там проведешь какие-то сравнения то за это даже статья есть за это там предусмотрен какой-то штраф но я в принципе не гражданин германии поэтому не интересовался этим вопросом то есть вот это вот фраза анатолия шария о том что граждане восточной украины являются вата это самый что ни на есть настоящий сепаратизм по меркам нынешней германии так не крути одного из лидеров евросоюза также вот анатолий по скайпу недавно пообщался с лидером партии 5 10 геннадием балашовым давайте посмотрим у тебя там такие странные комментарии ну хватает я имею ввиду под твоими видео хватает я сам их иногда блокирую сам их иногда блокирую он вчера видео про веру просто сказал а людям не нравится вера людям нравится больше атеизм что является еще большей верой поэтому всякие люди бывают разные но мы живем на постсоветском пространстве принимаем страну какая она есть ну да а здесь и такие такие конечно меня немного задела вы там своей посты скажите я же тебе например не говорю что у тебя там сколько восемьсот пятьдесят тысяч ты там своей посты скажи что ты ей скажешь пастрата неуправляемая это фейсбук подписчики это 30 процентов тех кто смотрит смотрит в основном не подписанные 70 процентов больше и больше это просто люди которые которые хотят и смотрят ну я думаю что тебя смотрят и те кто любит и тех кто ненавидит конечно от нашего примера прошу получить порцию так сказать на себя вот этого что ты выливаешь с экрана некоторые люди получали от этого бешеное удовольствие все равно ну тут еще есть вопрос что ты выливаешь с экрана потому что после интервью небезызвестного с надей я опять в очередной раз прочел множество о себе пропагандист ну я предлагаю людям я предлагаю людям тысячу евро я предлагал 500 подумал может быть в украине под ним поднялось так именно благосостояние начал предлагать тысячу евро если кто-то найдет у меня пропаганду там пропаганды чего-то или там пророссийское что-то или там восхваление но что-то как бы тысячи при мне я готов отдать с удовольствием у меня другой вопрос был а зачем тебе это все надо зачем что цель какая то есть какую-то цель преследуешь вот этими всеми видео позиции нету пиар чистый это не пиар зачем мне пиар я же политику не не но как журналисту пиар там счетчики нравятся нарастают опять же возможность жить за что-то надо я не знаю у человека такая цель убежал ты еще до януковича обвините в том что ты найманец там кого-то кремля я не взялся бы за это дело не плевать на обвинение потому что допустим я могу обвинить там обвинить геннадия балашова в том что он там прелюбодействует там допустим там я не знаю каким-то существом и глупо будет если геннадий балашов будет мне говорить нет нет но я я не этого не делаю и вот и сразу постоянно мне будут об этом рассказывать это будет выглядеть странно цель твоя гражданская или нет гражданская у тебя же четко направленная пропаганда против вышиватников пропаганда против быдла там под россии если люди тупые допустим да но есть люди тупые они это не те которые могут выучиться скажем так это люди просто тупые я не знаю от рождения или что-то на чем то есть она все развалится не человек упорно делает то что не приносит ничего но ты говоришь все правильно вопрос как если ты себя отделяешь от стада и стоит стране от стадо мы тут такие воспитались и ничего мосты козы в поржавчине геннадий я был бы частью стада если бы я бегал обернутым во флаг вместо того чтобы работать и предоставлять работу другим вот это я был бы частью стада потому что крик слава украине десять раз сто раз он не дает украине славу а я твоя цель да у меня же я живу бесцельно цель высшая моя чтобы наказание преступлению стало равным я живу без цели вообще то есть я просто живу а это мое хобби мне скучно было бы жить без ютуба я ведешь выкладывал на фейсбук это youtube на меня вышел и предложил мне как бы уже выкладывает на youtube ну все вот мне просто это нравится мне мне это очень крупный такой тролль почему же я тролли кого же я троллю как целый народ тролли а вот тут вот очень важно как бы система такая как есть ты сейчас получается трой не нужно лишь тут важно разделять страну и государство важно разделять народ и представителей власти я ценюк не является народом если я рассказываю что если почему а кстати потом об этом рассказывают уже на всех телеканалах вот это не значит тролли украинский народ если я показываю дураков которые ловят шпионов вот не далее чем сегодня ночью они поймали реконструктора сбу поймала человека который делал пистолет и который стреляет жеваной резиной ой жеваной бумагой вот если троллю таких идиотов это не значит что троллю целый народ но это неправильная часть украинского народа как я могу троллить сам себя по реконструкторам я не видел эту новость но реконструкторы вот эти которые делают реконструкции вот этих вот всяких сражений там ходят там по славянскими знаменами там какой-то древний киев строят на самом деле это было в свое время рассадник сепаратизма но этого никто не не заметил если ты знаешь сам гиркин происходило из вот этих вот реконструкторов его не так оружие эти железяки туда сюда перемещать одно дело взять человека за сепаратизм хотя я не знаю сепаратизм это как бы есть статья сепаратизм призывы к разделению почему там на территорию покушение на территориальную целость но смылись границы нельзя говорить что шари там про народ ну где про народ я говорю украинцы там такие я начал удалять видео с ютуба и раньше разрешал перезаливать сейчас не разрешаю потому что я захожу и читаю название шари про хохлов примеру да пошел ты я сразу же удаляю эти видео то есть моментально youtube блокируют почему потому что они переименовывают и начинают картинки всякие мерзкие ставить я не презираю украинские символы к примеру государственные как это делают многие уроды которые сейчас убежали не буду говорить куда это ходят уже с другими флагами вообще если ты взял в руки другой флаг другого государства тоже не может говорить я там украинский там трата взял в руки флаг россии говори про россию все если бы я взял в руки флаг какой-то из страны и с которой я там которую я очень сильно люблю который на самом деле клевая но я взял в руки и флаг все не говори уже про украину ты уже далеко то же самое у нас много патриотов уезжает в торонто к примеру начинает оттуда любить украину дружище оставайся в украине я допустим я не могу быть в украине потому что этом в розыске начал это янукович а эти прекрасно подхватили вот а люди ну и у них же они же не в розыске они уезжают за границу начинают горячо любить украину таких людей конечно же тролли без сомнения не знаю что тролли украинский народ украинскому народу я объяснял по поводу ассоциации украинский народ не понимал украинскому народу я объяснял по поводу там некоторых политзаключенных я говорил ним обращаться как к людям может быть заблудшим может быть непонимающим но как к людям такие постоянно тебя же начала выступления вы быдло слушайте меня я такого не я сейчас расскажу но во многих видео твоих она прослеживается особенно в комментариях потрясающе не ну комментарии я не отслеживаю то есть я не могу модерировать там по 5 тысяч по 10 тысяч комментариев ну как когда я но дело в том что когда приходит человек и начинает что-то квакать не имеющие отношения к действительности абсолютно какой-то марат ты про кремлевска я говорю ты дебил но я могу дебил не надо быть врачом а ты здесь про кремлевская просто это нормальный вопрос где здесь на какой секунде покажи видео об украинском селе о том что так жить нельзя о том что вы покрасили деревья в жопто-блокытное но при этом не можете построить себе забор это не правильно это не нормально это не по-европейски про кремль Studios на какой секунде у них все уже про кремлёвская сепаратизм уже под сепаратизм попадает все ты сказал что порошенко там с такой-сякой это сепаратизм сепаратив jumped разделения страны никогда не призывал я говорю что крым от украины и никогда не признавал так называемый днр и лнр для меня это луганской донецкой области это знают все включая самик сепаратистов которые приходят и говорят да талян молодец но они это признают то есть что я не признаю вот это вот где сепаратизм где но обиды почему они тебя ставят туда некоторые писали вот вы тут постите шария я увидел такую злобную реакцию почему вы его ставите и покажите нам где он троллит путина а покажите где он троллит оландо что мне до путина я не являюсь россиянин я чисто украина я понял если украина воюющая страна закройте посольство закройте посольство объявите войну в чем проблема ну я не логичен это совет которые не могут ему последовать во-первых это народ он не принимать такое решение есть определенная управляющая верхушка которая это делает они могут это делать это мы не можем говорить что украины война украине а то так называемая потому что если война закрывайте посольство вы не может я говорю сейчас о психологическом унижение народа народ какой-то степени оскорблен унижен у него оторвали я хоть тот крым и не ездил никогда у меня его оторвали как от сердца мне это обидно я даже ездил туда мне обидно что вот так вот луганск и донецк отчалил но если троллить этих людей еще в униженном положении да они 11 12 лет не дети да и практически половины не понимают о чем ты говоришь они могут сопоставить завтра с послезавтра они причинно-следственную связь не видят и не видят что за тимошенко нельзя голосовать уже 20 лет я же к такому выводу 20 лет уже сколько может они не видят этого они боятся путина они боятся нашествия они боятся всего на этом страхе держится долбаная у меня собака боится грома она грозы боится но будет глупо если я посажу перед собой шпица и начну объяснять послушай грома это там то-то то-то происходит за электрические разряды это глупо и этим глупо его дебилом обзывать этого шпица я думаю что ты его погладишь по голове там ну ладно не бойся по голове но я не могу гладить по голове людей которые сознательно разрушают свою страну это разрушение государства по хрен я ненавижу это государство я прямо не просто почему я так ставлю потому что мне кажется что потенциал у тебя еще выше чем ты сам думаешь ты умудрился на вот этой вот скандале у меня было одно выступление против рабов там против подставок под флаги да я их буквально оскорблял на улице рабами там они вышли унижены и ничего делать не могли к крымчане несчастные стояли очень не реагирует все не на что человек амеба но через много лет пришло они приходят спасибо мы успели удрать успели уехать это действует и твоя пропаганда действует это не пропаганда я ничего не пропагандирую я просто рассказываю вещи которые ну вот разве все все видели это голосование против судей да все все видела но все как будто его не увидели то есть все видят каждый день одни вещи но приходят я вроде как поднимите мне веки я поднимаю им веки они точно а вы что сами этого не видит вы не видели какой я ценю говно почему я постоянно выпускала эти таблетки для памяти где понимают делайте вот так уважайте себя хватит прибегать какой-то я не знаю милей там югу его вич и кричать вот и отдела вышиванку ура это вышиванка вообще испанская скажем так ну ладно даже если это ваша вышиванка хватит лизать задницу как та собака которую погладили она бежит нас поддержали вы что инвалиды которые шатаетесь почему вы постоянно ко всем подмахиваете я мне трудно представить себе самодостаточное государство где будут бегать и смотрите он надел наши там наши там я не знаю тоже там сомбреро скажем так или там итальянцы бегут смотрите она в дольче габбана да кому какая разница другими гражданином украины я мог уже давно но как бы я не хочу просто говорить я являюсь гражданином украины я люблю эту страну я ненавижу это государство в этом это мое право да но если ты будешь к ним говорить мы но я же не могу сказать геннадий не могу сказать мы красим этот забор потому что украинцы как дураки красим этот забор это другой текст ну возможно но это уже диалектика мне тащилась я даю работу европейским гражданам я работодатель вот а вы красите забор пока я зарабатываю деньги вы красите забор я завтра заработаю миллион а вы будете продолжать украинцы с одной стороны даем одним работу и мы же украинцы красим эти заборы нас это тянет а это продвигает верно это диалектика ну то есть это потрясает и просто увеличишь потенциал эти уверяю ты вдруг станешь патриотом вы и мы множество людей украины язычник пишет комментарии люди пишут западной за на западная удивлена много больше оказалось адекватов да в некоторых местах добрый день меня зовут максим уродженец міста калыша и проживаю в ньому досы можете подвидеть площадь шухевище недавно сбудовано я коренный житель міста калыша місто в районі якому народился проведник украинского национализма степан бандера что бы хотел сказать за глядом на то что я дивлюсь в интернеті дивлюсь в новинах все что происходит в местах на Схидной Украине самая там Днепропетровск Одесса Сумы Запорожья то все російськомовные регионы правда очень дивно когда люди которые народились в російськомовных местах в російськомовных семьях сейчас кричать кто не скачет то и москаль москалив на ножи но это как минимум дебильно выглядит в нас на захильной Украине в нашем регионе национализм виплаканный потому что на початку війни доводилось робити так щоб відстоювати свою землю и від фашистов и від НКВД стих то в нас зародился целиком логично наследок того что прийшли прийшов сюда Радянский Союз и почав навязывать тут те чего тут никогда не было он плакался десятилетиями руками але в нас напевно в самый пик українського национализма на Захидной Украине не палили людей не стреляли людей не валили людей на вулицях то що робиться власне зараз під покровом национализму на Схидній Украине я даю так що він туда звалився просто як сніг на голову і попав невміль руки люди ніколи не знали що це таке а зараз просто виливають свою агресію прикриваючи це якоби националізмом виставляючи його в дурному світлі себе в дурному світлі і ті люди які проживають у ваших же регіонах і бачить це вони сприймають националізм власне таким дебільним як ви його показуєте і людей Західної України з нашого регіону сприймають такими же хоча це далеко не так мир любов все тако бути мудрими і любіть Україну правильно не малюйте паркани не малюйте під'їзди що від цього дороги в нас кращими не стають в школах в нас не стає тепліше і бабла в нас в кишенях більше не появляється те що зараз знову ж таки ну це і в нашому регіоні притаманно під покровом националізму і патріотизму розмальовують все в жовто-блокітні кольори умісно це чи неумісно пофіг краще ці гроші я не знаю потратьте мандарин виносить все папа я сам удивився поехал в Львов выступал думал щас бандерівці поб'ю ну я не знаю приехал от выступал все рады говорят все отлично на украинській морі я им по-русски ничего вопросов нету как только тут натыкаєшся в Києві на кого-то такого солов'янова ну в Києві допустим ладно в Києві уже києвлян нет как бы а вот там Днепр Одеса откуда вдруг почему вы вдруг стали ну такими такими вот именно деревянноголовыми у меня было видео с Калуши там пацан им объяснял что мы у нас это в крові да мы мы там бандеровцы мы там такие-такие да это наше право потому что это была наша земля и у нас были свои проблемы откуда вы вдруг почему вы вдруг посчитали что это ваш герой он не был в Києві ни разу я вижу бандеру как Ленина вот мне сейчас начнется и с одной с другой стороны кстати начинается сразу да вот ты сравнил в этом плане я вижу его как Ленин ленин никогда не был в Києве в Києве куча памятников сейчас будет куча памятников бандери причем на месте где стоял Ленин они туда живо в мандюре он тоже никогда не был киев который действительно развела это это сепаратизм уже вот они же под сепаратизм уже все подгоняют вот это высказывание про екатерин сепаратизм они как большевики натуральные большевики именно там вот за Скорузлые В этих кожанках. Вот они приходят и начинают снести, во-первых, все памятники, сломали памятник ублюдку, возвели телефонную будку. Во-вторых, они начинают делать один в один то же самое. Они даже не видят этого. Я вчера показал видео, там уже дети в пионерских галстуках, жевто-блакитных. Побачила. У нас много новых предметов, очень интересно будет. Для детей початок учебного уроку. Ну что, ребята, так уже давайте начинайте. Всегда готовы. Они завтра и начнут. Потому что это сейчас официальная доктрина и пропаганда. Потому что если мы копнем чуть глубже, когда это начало происходить, когда начали здесь готовить честь грандоедов наших, они начали готовить эти боевые группы из вот этих Порубьев и всего остального, там на Западном, селили их туда, под контролем СБУ, естественно, туда Наливайченко приезжал. Они их учили одному быть патриотами. Они им промыли мозги. Огромному количеству молодежи, вот это в 20 лет происходит, еще началось тогда, при Кучме раннем. И оно 20 лет им промывает мозги. Выросло целое поколение на этом. Но это несчастье. Не для того, кто курировал тот же Тризуб, кто курировал того же Яроша и как бы эти все дела. Но тут же вопрос даже не в этом. Ладно, они патриоты, да, вот у них работа быть патриотами. Хорошо. Они не патриоты, у них мозги промыты. Они патриотисты, потому что к патриотизму это не имеет никакого отношения. Американцы, да, там патриоты, они вывешивают там флаги, все такое. У них внешнее проявление тоже очень сильно важно, скажем так. Но извините, у них немного они по-другому относятся ко всему. Здесь, ну как ты можешь быть патриотом? Или засранный подъезд, к примеру, в доме. Ты такой патриот, ты вывесил флаг. Да лучше пойди в подъезде убери. Я видел этих патриотов, на самом деле, которые, ну вот хорошо, я прихожу там на какое-то собрание, обернутый в синтетический флаг Украины. Ты уже как следствие, понимаешь? Ты сейчас говоришь, да, ты прав. Тут надо думать, как их вылечить, как их спасти, понимаешь? Как перепромыть, перепрошить их голову. Ну как их перепрошить, если для них ящик это главное. Я смотрю на тенденцию, сейчас уже старшее поколение начинает более упоротым быть, чем молодые, потому что они прилипшие к ящику, а там ТСН, все. У тебя 805 тысяч подписчиков, пусть треть тебя смотрит, 100 тысяч тебя смотрят аж вот так вот, легко. Не, у меня в день просмотров миллион пятьсот. Я почему его миллион пятьсот в день просмотров? Потенциал какой, но если он направлен не на то, чтобы противопоставить себя этим людям несчастным с промытыми мозгами, того же полка АЗОВ, того же гражданского корпуса сейчас АЗОВ, все под контролем власти происходит, кстати. Да они выпускают джина из бутылки, пацан на лизу. Противопоставить себя, значит рассказывать уже я. Я Фильзеперсовый, я там что-то... Нет. Это сейчас ты так делаешь. А ты попробуй объединиться. Да ладно, где я сейчас так делаю? Я просто занимаюсь хобби, это не работа. Я занимаюсь тем, что мне нравится и так, как мне нравится. Я говорю вещи, которые... Если бы я подстраивался под аудиторию, у меня бы там было уже три миллиона подписчиков. Но я не подстраиваюсь никогда. Я говорю то, что хочу, то, что думаю и буду. Впредь говорить. Но я не иду в политику. Зачем мне это надо? Ну и как можно сейчас в Украине идти в политику? Это бред полный. Поэтому я просто занимаюсь тем, чем я занимаюсь. Я спокойный европейский фермер, который просто делает то, что... С украинским гражданством. А, кстати, что ты там делаешь по бизнесу? Ну, у меня есть ряд бизнеса, конечно. Ну, это все чисто, это все легально. Ты все-таки бизнес-консультант можешь воспользоваться? А, спасибо. Это все чисто. Может, и гибридер визит? Это все легально. Люди, которые иногда пишут, что типа там... Он там что-то там получает. Я вот читаю этот марат. Я понимаю, что люди из своего села, они не выезжали, они не понимают, что в Европе проверяется все. Ты не можешь на счет положить 2000 евро. Тебе сразу, а кто, откуда. И не то, что там, оттуда. Нет, принеси документы. То есть у меня все чисто, у меня легально. Там когда-то возбудились наши уроды, начали там слать всякие запросы. Вот. Была хорошая, серьезная проверка. Каждый евро обоснован. То есть у меня чисто и абсолютно. Пусть переживают. Я могу сказать, но я еще и не скрываю, как я живу. То есть я показываю. Я не начинаю прибедняться. Ребята... Сколько у вас чешка кофе стоит? Ну, где-то 2 евро. Людям надо просто объяснять, ребята. 2 евро. Ну, так я... А у вас едва на 1 доллар выходишь, это и то в самом дорогом районе Киева. Так я им объясняю. Есть и по 5 евро, правильно? Мы в Париже можем зайти в отдельные места. Да, можно. Таким можно. Вот. И я им это объясняю 3 года, что типа, а что вы будете делать? Они, мы будем работать. Они им даже не объясняют, что ты не можешь работать, ты можешь выезжать там на 90 дней, да, там, или на сколько. Вот. Что ты не можешь работать. Им этого не объясняют. Им этого не объясняют, как бы. Они, они думают, что они со своей зарплаты... Я не знаю вообще, с какими деньгами они собираются ехать. Что они собираются делать здесь? Я им говорю, что гостиница стоит там, там, ну, пусть даже 50. 50 евро. Ребята, пересчитайте, сколько это 50 евро. Я им рассказываю, пацаны, что вам безвизовое это? Кто ездит, кто ездил, тот и будет ездить, как бы. А вы куда вы поедете? Мы будем чашечка кофе, мы выпьем в Чехии там. Ну, ты посчитаешь, сколько тебе чашечка кофе обойдется. Как бы, ну, что, без толку? Они потом сами, когда столкнутся, скажут, да, да. Я еще раз повторю, у этих людей промытые мозги. Целое поколение, все средства массовой информации, весь телевизор, направлены на промытие мозгов. И когда еще талантливые люди будут становиться в позу и не помогать им освободиться от этой промылки, потому что, как себя ведет глубоко верующий человек, там, Балаха, это достаточно тебе сказать, что ты не за Аллаха, все. А дальше твой текст уже не имеет никакого значения. Но когда ты скажешь, подойди, ну, мы все тут верующие в Аллаха, а дальше тот же текст. Мы же все пострадавшие в этой стране. Это опять-таки диалектика. Если я начну задумываться над тем, как я это подаю, именно как я говорю, то это, значит, уже будет нечестно, потому что сейчас это абсолютно честно. Я как хочу, так и говорю. Вот, к примеру, я знаю, что вчера, почему вчера должен был быть взрыв, потому что я поздравил с еврейским Новым Годом. Вот. А это все уже. Это же антисемитизм уже в крови просто. И, значит, надо обязательно кучу негативных комментариев. Ты такой, ты такой, а ты еще и в Бога веришь, да ты дурак. Ну, ребята, как живете вы, как живу я. Ну, то есть, давайте не будем вообще там верить. А ты передачу Шустра случайно не посмотрел? Нет. Нет, да? Ну, вот. Они там тоже подняли же. Четыре часа в эфире еврейская тема. То есть, до этого было по четыре часа они русский-украинский на каком-то говорить и где-то. А сейчас у них по четыре часа еврейская тема. Ну, это очень важно. Самая важная тема вообще. Самая важная тема в стране. Переименование проспекта в Бандеру вот это вот замыливают глаза. То есть, в эти марши вышиванок все это дерьмо, чтобы отвлечь. То же самое и с войной, и с Путиным. Потому что виноват Путин в том, что у тебя насрана куча в подъезде. не виноват Путин. Это виноват тот, кто пришел. Но тебе же хочется это изменить. Мне? Изменить? Или повлиять на этот процесс изменения. Я влияю и так на этот процесс. И когда приходят люди и благодарят, да, там, украинцы, даже украиноязычные, и благодарят за то, что да, действительно, раньше смотрел ТСН и боялся тебя смотреть. Такая фишка такая, типа, посмотришь, или я, а зазомбируешься. Они некоторые боятся, перескажите мне, напойте мне, что там Чайковский, как бы. Вы потом прокомментируйте, а я смотреть не буду. Жесть, да? Ну, это же жесть на самом деле. Ну, если тебе не нравится. Я, допустим, выступаю против закрытия каналов, там, вот, допустим, в России закрывают украинские каналы, в Донецкой области тоже их закрывают, там, а почему? Ну, ведь в супермаркете, глупо сказать, вот эта вот колбаса, там, дорогая, вот эта вот дешевая, вот эта дерьмовая. Ну, на дерьмовую колбасу надо же смотреть для того, чтобы понимать, что вот эта колбаса клевая. Зачем вы закрываете каналы? То же самое в Украине закрывают те каналы. Ну, пускай человек смотрит, это же не свобода. По поводу, я другого. не говорю, что фамилия Шарии уже сама отпугивает. Люди боятся. Ну, а что поделать, если им СМИ каждый день рассказывают какую-то ахинею, это же ахинея просто. Сейчас опять очередной суд заходит, я же нагнул Василия его по суду, с 1 плюс 1 мы выиграли суд, сейчас будет заход в суд на Фейгина, анонсирую, и на несколько украинских СМИ, да, они любят рот раскрывать, но пускай они обоснуют это в суде. Вот, у меня сейчас встать, несколько судов проходит, и я всех нагну. А если не нагну в Украине, я пойду дальше. Даже, даже хорошо. Кассацию пройдем, пойдем в европейские суды. Я хочу, чтобы люди отвечали за свои слова. Когда они меня называют, там, шпионом ФСБ называли, диалог ЮА, шпион ФСБ Шарии, ну окей, базара нет, приходите в суд, но они же как в суд их начинаешь тянуть. У нас не СМИ, у нас неизвестно что, и неизвестно на собаку с улицы оформлены. Я же тебе говорю, это восприятие такое, психологическое восприятие испуганного народа, воспринимают фамилию Шарии вот так. Я же почему, опять я вернусь к потенциалу, ты же можешь хоть немного подправить это дело. Подправить, значит уже более, чтобы кому-то понравиться. Я не хочу никому нравиться. Как ты так? Более деликатно, что ли, вести. Более деликатно, значит, сдерживать свои эмоции в некоторых местах, а мне иногда очень эмоционально хочется сказать, но значит уже наступать на горло собственной песне. Когда с эмоциями говорить свой, потому что в данной ситуации часто получается разделение свой-чужой. То есть они так поставят, это чужой, подлюка, какая разница. Кремлевская, по-любому будут называть. А если бы они сказали, подлюка, ну свой, понимаешь, как вот он нас все-таки драйвит. Ну это получится бегать за каждой собакой, что-то объяснять. Мне просто интересно, как она реагирует. Я тоже, у меня нет цели топить. У меня не было цели, допустим, даже разговаривать лично, потому что я думал послать своего человека, как я обычно это делаю, даже в Европе, я обычно не хожу лично, и не это самое. Я отправляю кого-то, и все. А тут вдруг, нет, ну давай лично с тобой, и вот так вот это, со мной, ну окей, давай со мной, и вот так вот в скайп, и все, и погнали. Никакой там подготовки, ничего. Ну просто, что я не могу понять, абсолютно нейтральные вещи, как ты могла с этим путинским, это Пейгин говорит, адвокат, с путинским, украинофобии. Фобия вообще-то боязнь, кстати, я что боюсь Украины, я сам украинец. Вот, я в седьмом поколении киевляне, ну какого хрена мне не быть украинцем? Я никогда не заявлял ни о каком русском мире, я никогда не говорил там еще о чем-то. Никто этого не может найти, тысяча евро при мне, а я бы подарил, у меня много, я готов как бы. Ему, наверное, так будет поискать. Вот, поэтому... Ну это все дело в, опять же, разделение свой-чужой. Ну, ну это разделение проходит по СМИ, СМИ, люди, это нормально, когда нация начинает жить тем, что рассказывают СМИ. СМИ сделали из той же Нади героиню, героиню практически, они уже иконы писать готовы были, как Тимошенко когда-то писали. Хлоп СМИ делают из Нади врага народа. Все, все уже враг народа, как зомби. Это нельзя, ну, это ненормально. Поэтому я пытаюсь раззомбировать, вот и все. Раззомбировать, но желательно вести себя как врач. Я услышал. А никак, я даже говорю, Костолов. Я сейчас раззомбирую. Ложитесь, буду ломать хребты. Это длительный процесс. Люди разочаровываются, меня, например, как политика, я не буду сейчас говорить, какой партии, но как политика, меня тоже это бесит, потому что они то Саакашвили увлекутся, то Надей увлекутся. Такие же вопросы ставлю, говорю. Чего увлеклись, у человека образования нет. Чего увлеклись, он управлял там трехмиллионной страной, у нас 42 миллиона. Он здесь губернатор, там президент, не сработает, то, что там ломать через колено, через МВД. Это разные вещи. Я тем же сам занимаюсь. И я, кстати, один из немногих, на кого я подписан. Потому что, ты мне ужимаешь информацию, честно тебе скажу. Я посмотрел твои видео, сопоставил, склеил это все. Но что меня лично раздражает, как гражданин Украины, в тебе, это вот это озлобленное кидание, ну то есть вы все быдлы. Я же тоже у них. И я здесь уже быдлом сижу, понимаешь, возле экрана. А кто меня это делает? Я гражданин Украины шарик. Нафига? Когда можно чуть-чуть изменить текст. Ну, скажем так, это полпроцента, когда я именно рассказываю про упоротых, это обязательно предшествует этому какой-то очередной всплеск бросания дерьмом. всплевания дерьмом. Потому что бросить они не могут, они его набирают в рот и клюют в меня. Вот. И обычно это да, это действительно, вот читаешь комментарии, просто иногда злишься. Вот, допустим, моя девушка, она не злится, ей вообще все равно. А вот меня злит, ее бесит. Я говорю, послушай, а почему, откуда они это взяли? Откуда они взяли? Москва, Херсква, Путин, Чарутин. Откуда они взяли? А ты грудь уже не пытался посмотреть? Посмотрел уже психологию и все. Ты ищешь факты, или где они наберут фактов? Нет фактов. Я тебе сразу скажу. Ни у кого фактов нет. Есть впечатление. Все. И вот это вот мнение свое, которое да, внушил телевизор. Вот тебе же другое надо. Вот много раз повторяние слова дерьмо, да, там дерьмо в рот, дерьмо на экран, дерьмо туда. Но я же как психолог уже смотрю, может быть, с финансами проблемы. Что такое? Почему так много? Почему так много? Дерьмо ты выбрасываешь его буквально. Ну хорошо. Выходит Шерин, говорит правду, и рассказывает, употребляет слово дерьмо. Выходит Ляшко, говорит ахинею, рассказывает уже матом, в эфире практически. Народ на ушах, им нравится. Ляшко свой. Вот. Ляшко свой. Дурненький на свое. Вот дурненький вон. Вот такой как народ. Он же опустился до его уровня. Он и говорит на его языке. Он ведь на языке, рядом в Сужике каком-то полтавском. Вообще непонятно. Понимаете? Там три слова всего надо употреблять на ляку по ВИС и ТФС. Больше не надо слов. Думать не надо. Он нормально говорит. Когда с ним разговариваешь в кафе, он отлично говорит. Я знаю. Мы с него встретили... Ты, если грамот, ты тех. Мы его встретили в Европарламенте. Это другой человек. Это человек, который говорит абсолютно взваженно, скажем так. Он абсолютно адекватен. Совершенно. В Европарламенте... В честь на камеру пошел в украинский сужин. Да? 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 Нет, мы даже его записывали. Более того, но это был европейский журналист. Ляшко просто супер интеллигентный политик. Тут он общается с залом и он знает, что им надо. И многие знают, я уверен, что им надо. Вот. Поэтому, как бы, а Шари просто чужой. Ну, окей, хорошо, пускай. У нас проблема, если мы хотя бы чуть-чуть хотим помочь им, соплеменникам. Родились вместе в седьмом поколении киевляне. Я не знаю, во втором поколении непонятно кто. Мы же им хотим помочь. Если бы я хотел их просто оскорбить, то Ютуба хватит оскорблять всех подряд. Да, это доставляет удовольствие на определенном этапе. В 33 года меня едва не распяло это государство, да? Хотя я, то есть... Государство, не народ. Ну, не народ, но народ бы еще и подкрикивал бы распнив. И тут несчастный нищий народ пытался спасти из казино вытащить, чтобы они не проигрывали последний день. Понимая, что это зависимость. Мы закрывали наркоаптеки, мы закрывали казино. И это реальность. У нас есть все задокументировано, к чему это привело и все такое. То есть, ты стоял возле казино и качал, слышь, быдло, не ходи сюда. Нет, здрасте, мы его хлопали, мы заходили туда внутрь, потом... То есть, что после этого случилось? На заседании стоп-цензуре встает Лещенко и говорит, нет, за шария мы вписываться не будем. И все, я назову стадо, да, мы не будем вписываться за шария. И все. И ни одна собака не вписалась. Когда я приглашал в суды, и говорю, придите хоть кто-то, посмотрите на этот беспредел, не приходил никто. После этого я должен питать какие-то теплые чувства к украинским СМИ, к примеру, не буду я питать теплые чувства. А в чем тебя обвинили, я так и не понял? Обвинили они меня в заведомо ложном сообщении о преступлении. Это когда мне шмарнули в машину, расстреляли машину. Я говорю, почитайте материалы дела. Там написано в материалах дела, что пуля 12-го калибра разлетелась на осколки от удара на стекло. Свинцовая пуля. Вы почитайте вообще это, этого не бывает. Ну что, они читают что-то? Нет, они повторяют то, что повторяло МВД. Ну подождите, это же МВД Януковича. Преступное МВД Януковича. Почему вы повторяете? Мой прокурор сейчас сидит за взятку. Мой судья потом отпустил регионала-педофила. Кто еще? Следователи двое под следствием. Но Шари не прав. То есть у меня ряд статей было об игромании, о проблемах, как с этим бороться. Это Баяна. Это Баяна. Никто этого не скрывал и никогда этого не было секретом. Тут они вдруг подняли, потому что поднять больше нечего. Вот в чем проблема. А ты сейчас как? Для Украины это один из выходов до финансового тупика стать открытой страной, в том числе и горный бизнес разрешить. Однозначно против, потому что в нищей стране это приведет к росту преступности, это приведет к тому, что люди будут реально проигрывать последние штаны в надежде выиграть. Не заработать, а выиграть. Вот в чем дело. Я же вижу по Европе, где это развито больше всего. Это больше всего развито в странах, которые, скажем так, не сильно на уровне. Вот там вот люди мечтают стереть какую-то там какашечку. О, миллион выиграл. Ну, что ты не выиграешь, иди работай. Ну, как вам диалог? Лично я впервые услышал о Балашове во время событий вот этой вот революции гидности, когда Геннадий ходил по вот этому Мариинскому парку и троллил антимайдановцев. Это еще допустимо, но то, что он говорил дать бы мне волю, и я бы расстреливал всех, кто носит Георгиевскую леточку, это уже по сути фашизм. Ведь смотрите, Украина это же демократическая страна, правильно? И какая кому разница, какую я ношу ленточку? Какую или такую? Я гражданин Украины. Проживаю в Харьковской области. Что хочу, то и ношу. Еще вот многие говорят, что если не Анатолий Шарий, то кто еще будет объективно освещать все то, что происходит на Украине? Как будто больше некому. Вот серьезно, среди, скажем так, сотрудников Анатолия Шария есть много тех, кто опрашивает людей. И среди них, я уверен, есть адекватный человек, от имени всего украинского народа будут говорить «мы», он не будет испорчен деньгами, что там я пуп земли, а вы нищие, не будет там петь всякие идиотские песни под названием «Лохам». И этот человек, я уверен, будет проводить референдумы, то есть то, что не сделал Виктор Янукович перед тем, как не подписать ассоциацию с ЕС или то, что не сделал Петр Порошенко перед тем, как подписать ассоциацию с ЕС. Ведь, по сути, референдумы это очень важная вещь для формирования общественного мнения, как ни крути, даже более важная вещь, чем там выборы, хоть местные, парламентские, хоть президентские. Кстати, вот насчет выборов. Многие вот считают, что хоть в том же США две партии демократическая и республиканская. Что только на выборах президента США, что вот будут в ноябре, можно голосовать только за Хиллари Клинтон или Дональда Трампа. Какие же вы наивные. Вот серьезно, лично я бы за Трампа или за Клинтона никогда не проголосовал бы. Ничего, Дональд Трамп очень сильно напоминает Петра Порошенко. Я вот не знаю, почему. Может, потому что у него там белая рубашка, вот этот красный галстук. Может, то, что он говорит, мы будем жить по-новому. Я не знаю, блин. Но у меня такое чувство, что после того, как Дональда Трамп станет президентом, то он уйдет в запой на всю свою оставшуюся жизнь. Я вот еще по сути до Дональда Трампа впервые увидел на Рестлмании, когда он был поединок Бобби Лэшли против Умаги. и победил Бобби Лэшли, то есть боец, точнее, боец, то громко сказано, рестлер до Дональда Трампа, после чего до Дональда побрил на лысо президента WWE Винса МакМехана. когда я впервые увидел Дональда Трампа, и он для меня шоумен, бизнесмен, то есть, короче, человек среднего пола. Я бы за такого никогда не проголосовал. Если я был бы гражданином США, то я голосовал за Джин Стайл из партии Зеленых. И там еще в США есть много лидеров партии, за которых можно голосовать на президентских выборах. Та же третья сила, либертарианская партия, конституционная партия, там партия мира и свободы, даже он самовыгодвиженцы, там тут же пастора или там такой вот бородатый аукционист, которого там по-моему зовут Бьонден, фамилию уже не помню. Так что выбор есть. И выбирать из двух зол меньше, это уже по сути в далеком прошлом для тех же США. Вообще вот по поводу заменимости Анатолия Шария я вот сейчас приведу пример. Раньше вот на Ютубе скажем так был такой блогер Эдуард Ходов он много чего говорил как это сейчас принято говорить антисемитского и что самое грустное он во всех бедах Украины обвинял всего лишь одну секту Хаббат напрочь забыв о том что есть еще сионизм который на Украине принято называть прогрессивное еврейство. такое чувство что вот Эдуард сам был сионистом и нашелся более адекватный человек нет это не лидер партии исход по фамилии Новиков это Филипп Эказьян но я еще об этом сделаю отдельное видео и по сути кроме Анатолия Шария из его же окружения я вот уверен есть более адекватные блогеры чем сам Анатолий и скоро в времени такой блогер появится еще вот мне вот задавали вопрос почему ты свое прошлое видео Анатолий Шарий у СС Эровиц снял в футболке где была изображена символика Великой Британии ну смотрите видите вот эта футболка люди это футболка сборной Англии по футболу вот что в этом антипатриотического я вам скажу больше я вот на чемпионате мира 2018 года что пройдет Российской Федерации буду болеть за сборную Англии потому что мне понравилась игра сборной Англии на Евро 2016 там еще молодой состав а я всегда болею за молодых и победителей я вот даже больше скажу я по сути космополит и вот скоро состоится игра сборной Украины против сборной Косово почему-то в Кракове как будто Украина не признает независимость Косово я буду болеть за Косово потому что Косово по сути это единственная страна в мире которая скажем так по-настоящему поддерживает все то что было в Югославии то есть панславянское братство уж простите но такое человек и нет расизма как говорят в FIFA на этом все хотя как все в общем смотрите Анатолий Шариф по моему мнению вообще не является американским агентом да и для этого нужны серьезные доказательства но все то что он говорит похоже на идеи конституционной партии США каких-то христианских демократов или еще чего-то то есть формируется общественное мнение которое близко к американской демократии которая больше похожа на ахлократию вот чем я пожалуй данное видео закончу в общем всем удачи всего самого лучшего увидимся еще когда-нибудь видео 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 Продолжение следует...